Девушки отдыхают Из заводских ворот Выходит самолет не просто новый Но принципиально новый Этапный Открывающий эру Сверхзвуковых пассажирских полетов Пока что в мире производится Только две машины такого класса Советский Ту-144 И англо-французский Конкорд Они прокладывают лыжню для всех Человек издавна мечтал о полете Хотел уподобиться птице Оторваться от земли В этих смельчаках Мечтателях жила уверенность Небо удержит их Должно удержать На смену одним героям приходили другие И мечта жила и становилась явью Странно как в сущности Недавно это было Все эти машины появились на протяжении Одной человеческой жизни Перед вами ведь не старинные гравюры А кадры кинохроники Это все 20 век И люди которые своими глазами Видели первые Древние на наш сегодняшний взгляд полеты Вполне могли бы Увидеть На бетонной полосе аэродрома Сверхзвуковой самолет Туполева Мы на Воронежском авиационном заводе Освоить серийное производство самолетов Сложная задача Объединить свои усилия Должны были машиностроители Вооружившие рабочих станками С программным управлением Металлурги Давшие им сверхпрочные сплавы Специалисты радиоэлектроники Приборостроители Химики Авиация Средоточие новейших завоеваний Научно-технического прогресса Ее уровень Есть зеркальное отражение Всего промышленного развития страны Ту-144 Ту-144 производится серийно Вот главное событие Происшедшее в жизни самолета Вы можете сравнить Так это выглядело в 20-х годах Таком был уровень И не надо снисходительно улыбаться Этот лонжерон честно послужил в свою пору Ну конечно что и говорить Новый лонжерон Предназначенный для сверхзвукового крыла Он и побольше и помощнее 10 метров И это еще не весь лонжерон И вот уже собрана Часть могучего треугольного крыла Приглядитесь Это первый его полет Потом вы увидите его в небе В настоящем полете Идет монтаж Осуществляется сборка И как всегда с каждым новым самолетом Сходящим со стапелей Работа движется все увереннее Слаженнее Лучше Для специалистов привычно Эти тысячи километров проводов Посмотритесь Больше вы не увидите их Вся эта начинка скрыта будет За изящными панелями И знайте Общий вес приборов и оборудования Ту-144 20 тонн Силу лететь Дадут гиганту Четыре двигателя Небывалой мощности Они созданы под руководством Известного советского конструктора Героя социалистического труда Николая Дмитриевича Кузнецова Чтобы производить серийно такие машины Нужны не только талантливые конструкторы И ученые Но и талантливые рабочие Сознающие свою ответственность Знающие свое дело Мыслящие И вот итог коллективного труда Встал на ноги Расправил крылья Наш гигант Не уникальный Не единственный А всего лишь очередной Да, человек мечтал о полете В небе планер Который сконструировал студент Московского высшего технического училища Туполев Еще в 1909 году Он сам и летит на нем Самолет АНТ-1 От которого поведут свою родословную Все туполевские машины Это 22-й год А это 1972-й В Кремле Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный Вручает старейшине Советских самолетостроителей Академику Андрею Николаевичу Туполеву Высокую награду Третью звезду героя социалистического труда Какой огромный пройден путь Как быстро пролетело время Более полувека он создавал самолеты И были среди них первые в Советском Союзе цельнометаллические Первые многомоторные Первые тяжелые Дальние Наступила пора знаменитых перелетов Поразивших мир И уже была в этой цепи успехов Некая закономерность Ибо, как заметил Жюль Верн У случая бывают капризы, но не привычки Пришла реактивная тяга И опять первым вышел на регулярные пассажирские трассы Лайнер Ту-104 Конечно, он необыкновенно был талантлив Сыграли роль его глубокие познания Интуиция Прозорливость Огромная заслуга этого человека состоит и в том, что он создал школу Сумел привить свои черты коллективу единомышленников Декабрь 1968 года Первый полет Ту-144 Вот уж и эти кадры стали достоянием истории Какая долгая, трудная, счастливая жизнь Этой машине суждено было стать одной из последних в жизни великого самолета-строителя Что же дальше? Дальше шли испытания в воздухе Осваивались новые режимы, высоты, скорости Дальше шли наземные разборы, в которых участвовали экипажи Ту-144 Уже не один, а несколько Да и самолет давно уже не один на летном поле Рядом встали его близнецы и братья И вот когда пришла уверенность Не на день раньше Экипаж поднялся по трапу, чтобы взять в небо первых пассажиров Салон готов принять 140 человек Больше, чем предполагалось в начале Кресла на серийном самолете стали шире, чем на опытном Всем обеспечен комфорт Обслуживание здесь будет на уровне мировых стандартов Итак, когда вслед за звуковым барьером Взят был, если можно так выразиться, барьер уверенности Пришли на аэродром первые пассажиры Это журналисты московских газет, работники кинохроники Их пригласил участвовать в полете Генеральный конструктор, профессор Алексей Андреевич Туполев Все, что привычно стало для авиаторов После сотен испытательных полетов Все это необыкновенно и ново для нас И мы помолчим Послушаем Присмотримся Радуга, 77-101 Разрешите занимать исполнительный старт? Борт 77-101 разрешил Вас понял, разрешили Занимаем исполнительный Выруливаем Выруливаем Алексей Андреевич Значит, прошло уже 4 года, больше 4 С того дня, как мы проводили эту машину в первый вылет Зачем такой большой срок испытаний? Что изменилось в самолете? Прежде всего, на этих самолетах улучшено Эдономическое качество на больших скоростях То есть снижено лобовое сопротивление при скорости полета 2500 км в час И здесь достигли того, чего хотели при создании этого самолета Чтобы при большой крейсерской скорости взлетно-посадочные характеристики у него были такие же, как у дозвуковых самолетов Да чего же все-таки удивительно эта машина Передние дополнительные крылья Только одно из нововведений Всего на полтора процента увеличивают они площадь крыла А подъемную силу на взлете и на посадке повышают на 20% Смотрите, а ведь красиво Впрочем, самолеты всегда красивы Потому что целесообразны Словно самые совершенные творения природы Та же точность пропорций Те же изящества, завершенность, лаконизм И это, судя по всему, оценила делегация французских самолетостроителей Которую возглавлял президент фирмы Аэроспасиаль Анри Зиглер Гости из Франции приезжали в Воронеж Наши специалисты были в Тулузе, где строился Конкорд Такие контакты, обмен опытом, помогают общему движению вперед Еще одно нововведение Изменено шасси Ту-144 Колеса стали мощнее Смотрите, они ведь принимают на себя 120-тонный груз Вот так И снова Все-таки легко садиться Шасси и прежде было абсолютно надежным Это доказано множеством посадок Но 4 года жизни не прошли даром для самолета Вобрав в себя последние достижения советской науки и техники Он вырос, окреп, возмужал Алексей Андреевич, сегодня Вы пассажир в нашем полете Как Вы себя чувствуете в этой роли? Сегодня вот уже таким субъективным ощущением Я бы сказал, что то, что мы хотели получить на этом самолете Действительно получается, что он хорошо сочетается с человеком, с его физиологическим возможностям Он летит сейчас со скоростью более 2000 км в час Внешняя обшивка самолета нагрета до температуры 130 градусов А внутри покойно, уютно Скорость почти неощутима И приходит на память стихи Леонида Мартынова Это почти неподвижность и мука Мчаться куда-то со скоростью звука Зная прекрасно, что есть уже где-то Некто, летящий со скоростью света Алексей Андреевич, насколько мне известно, в экипаже Ту-144 не предусмотрено место штурмана Каким образом на таких скоростях будет производиться обсчет навигационных параметров? Экипаж на этом самолете состоит из трех человек Два летчика и бортинженер Штурман таким образом не нужен Днем и ночью взлетает Ту-144 И управлять им легко и удобно Это проверено, доказано Есть бортовое счетно-решающее устройство Есть автоматы, которые помогают не только строго выдерживать курс Но и выбирать оптимальный режим полета Рассчитывать высоту, скорость, заходить на посадку Их четверо пока идут испытания Но в будущем всего три члена экипажа поведут гигантские корабли Ну хорошо, спасибо большое, Алексей Андреевич Один вопрос последний Для чего все это нужно? Куда мы все породимся? Ну, природа человек так устроена, что он всегда стремится и идет вперед Прогресс в технике не имеет обратного хода Если уже долетел человек из Москвы на Дальний Восток за три часа Он же в следующий раз будет стараться лететь за три часа Вот сегодня мы летали полтора часа Мы могли уже сесть в Париж Я думаю, что в следующий раз мы так сможем и сделать Да, прогресс обязателен Непреоборим Прогресс в технике обратного хода не имеет Только вперед Так уж устроены мы люди Вот по этой причине мечтал человек о полете По этой причине покорил он небо Сократил земные расстояния И вот уже двойная скорость звука стала покорной По этой причине выходят за заводской порог Все новые и могучие близнецы-братья Пройдет немного времени И добытые героями высота, дальность, скорость Станут доступными для всех Будут подарены нам с вами Обыкновенным людям КОНЕЦ КОНЕЦ